Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Добро пожаловать в Западную Армению! Работа Министерства культуры Азербайджана по уничтожению следов армянства также является проявлением ненависти Егешей Киракосян. Мы решительно осуждаем переименование азербайджанских территорий Арцаха компанией Google. Устройство, созданное армянскими учениками, будет отправлено в космос. Из-за экономического кризиса увеличилась эмиграция в болевицкие села Карина. Письмо моего прадеда к Зоровару Андронику Аруша Рушанян по огромным думаниям примите участие в мероприятии, посвященном 30-летию членства Армении в ЮНЕСКО. Являетесь ли вы гражданином Республики Западная Армения? Знаете ли вы о существовании государства Западная Армения? Знаете ли вы, что после признания армянского государства в 1920 году и длительных нарушений представительства, Структура государства Западная Армения была сформирована на основе Декларации права армян Западной Армении на самоопределение в Шуши в 2004 году. Что такое Западная Армения? Родина армян является Армянской Нагорье, которая занимает площадь 400 тысяч квадратных километров и расположена между тремя морями – Средизимным, Каспийским и Черным, со средней высотой 1500-1800 метров над уровнем моря. Самая высокая точка Армянского Нагоря – вершина горы Масис. Армянский народ является коренным населением шести армянской провинции, исторически называющихся Армения, затем Турецкая Армения, а ныне Западная Армения и Киликия. Сегодня территория Республики Западная Армения находится под незаконной оккупацией в соответствии с международным правом уже более 100 лет. Западная Армения подтверждает свои законные права, вытекающиеся из международных договоров и работает на полной реализации своих территориальных прав, считая, что право на землю является жизненно важной задачей для любого народа, без которого он не сможет продолжить увыковечивать свои традиционные знания, культурные выражения и генетические ресурсы. Одним словом – существовать. Станьте гражданином и этим священным актом. Соединитесь с Родиной своих предков. Станьте частью Западной Армении. Получите национальное удостоверение личности. Присоединитесь к этой реальности. Добро пожаловать в Западную Армению. Министерство иностранных дел Западной Армении Республика Западная Армения рада представлять обществу брошюру на французском языке, представляющую Западную Армению, которую вы можете скачать по ссылке ниже. Мы достигнем этой цели, если эта брошюра даст вам ответы на вопросы об этом стране. В данном случае речь идет о Республике Армения на территории Западной Армении, которая не является членом ООН после геноцида ее населения. Читайте полную версию статьи на нашем официальном сайте. На международном форуме на тему «Права человеческая и ответственность возле войны» в Американском университете Армении также присутствовал представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егешей Киракосян, который в ходе конференции коснулся судебных процессов, проводимых в суде ООН и ЕСПЧ. Егешей Киракосян заявил, что Азербайджан в течение многих лет готовил международное сообщество к определению применения силы. Например, были опубликованы тексты, доклады в которых были представлены их территориальные права. Республика Армения была представлена как агрессор. Эти доклады были представлены известными учеными, которые обладают властью влиять на мир. Когда его спросили, какую роль может сыграть международная пресса с точки зрения влияния на мнение международного сообщества, он ответил, Конечно, роль международной прессы имеет решающее значение. Но до этого мы должны иметь расставлять правильные акценты, чтобы представить и передать международным средств массовой информации все истории о военных преступлениях. Это может оказать большое влияние на формирование правильного восприятия людей. Газета Аравот пишет, мы решительно осуждаем переименование Google азербайджанских территорий Арцаха. Мы настоятельно призываем Google, крупнейший международный поисковой сайт, проверить его подлинность, прежде чем опубликовать какую-либо информацию или карту. Если азербайджанская пропагандическая машина, используя свои нефтедоллары, пытается исказить армянскую историю и переименовать наши территории, мы поднимаем свой голос протеста против всего этого. Мы требуем, чтобы власти республики Арцах немедленно приняли необходимые меры для изменения этого стиля работы. Команда Ада, стране инженерного клуба проектного обучения школы АЭП, стала победителем конкурса. Конкурс молодежной вселенной имени Кемурджана. Аппарат, созданный учениками АЭП, будет отправлен в космос, как победитель конкурса. Полет планируется осуществить с ракетой, свопущенной в космос в июне. В конкурсе принимала участие армянская молодежь. 197-граммовой аппарат, разработанный учениками школы АЭП, будет установлен на суборбитательную ракету и отправлен в космос на высоту до 125 км, то есть пересечет условную границу космоса. Аппарат будет находиться в космосе 2-3 минуты и за это время соберет данные о траектории полета ракеты, изменениях температуры и давления, скорости и также интенсивности, утрафиолетового излучения и концентрации озона. После проведения запланированных измерений, аппарат упадет обратно вместе с ракетой. Благодаря победе в конкурсе, ученики инженерного клуба проектного обучения школы АЭП также получат возможность принять участие в 6-м международном научном фестивале «Стармус». Глава филиала Ассоциации культуры Оливии в провинции Хонус-Пирт Султан Абдул Яшир Челик заявил, что из-за продолжающегося экономического кризиса деревни Оливии стремительно опустили. По его словам, большинстве из 38 оливийских деревень осталось всего 2-3 дома и больше нет скотоводства, которое считалось средством существования местного населения. Отметив, что в деревнях больше нет производства молока, Яшир Челик также подверг критике политику государства в области сельского хозяйства. Сейчас наших пастбищ не хватает. Земли и деревень, где есть пастбища, в государство арендует примерно на 4 года. Те, кто приезжает из Урфы, Тегран-Агерта или других провинций, могут купить пастбища, которые выставляются на конкурсальную продажу. По этой причине большая часть населения нашего села уехала. Иммиграция была всегда, но после 2015 года она стала более активной. Когда население мало, мы больше не можем совершать наши религиозные обряды. Наш религиозный лидер Пир также редко посещает деревню. Письмо моего прадеда к Зуровару Андронику перед героическими боями за Ангезуром. Удивительно, но история имеет свойство повторяться. 2 октября 1918 года мой прадед Айрапет Арушанц от своего имени от имени Ханзуресского общества отправил письмо Зуровару Андронику о том, что великий Зуровар будет их предводителем, противостоянием врагу, так как исторический Арцах пал и находится в опасности. 3. История довольно длинная. В другой раз я расскажу вам более подробно о героических эпизодах. Но факт в том, что в то время Сюник стал кулаком и начал творить роковую битву и героическую историю по руководствам великого Зуровара. Я очень горжусь тем, что у меня были смелые, сильные и принимающие решения предки, которые не стояли на коленях, не боялись и были готовы любой ценой сражаться за Сюник, за нашу святую родину. Вы можете прочитать письмо полностью и убедиться, что почти ничего не изменилось. Мы находимся в той же ситуации, что и сто лет назад. Читайте полную версию статьи на нашем официальном сайте. 6 июня Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян и заместитель министра Араха Змалян отправились с официальным визитом в Париж для участия в мероприятии, посвященном 30-летию членства Республики Армении в ЮНЕСКО. В рамках юбилейского мероприятия 7 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоился праздничный концерт. В концертной программе выступят известные армянские и французские исполнители. В программе мероприятия также включены официальные выступления армянской стороны и руководства ЮНЕСКО. В ходе официального визита запланирована также встреча министра и заместителя министра с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культурной Эрнесту Оттонне. Проведение культурного мероприятия в связи с 30-летием членства Армении в ЮНЕСКО направлено на популяризацию армянской культуры и стимулирование армянско-французских культурных связей. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром.